девочки добрый день что-то я сегодня так сильно захворала болит голова невозможно давление 160 на 110 выпила таблеток и на април выпила плодипин выпила каптаприл еще сосала давление не падает башка разламывается ничего не делала сегодня я грибочки пожарила видите какая красота с лучком короче самые мелкие два красивых я оставила девчонки потому что ну целая сковорода была куда думаю надо это сначала съесть уже завтра сварила короче картофан мундире этот немножко разварился вот что-то меня это мне что-то так дурно мета мне тошнит аппетита никакого нету на самом деле нехорошо с утра выпила я ну как обычно выпила ларисту я ларисту не пила два дня ну что-то знаете что думаю вроде все нормально чувствовала себя вот что значит как бы знаете что лепить лекарство ну как положено пропускать нельзя нельзя пропускать было все нормально у меня идет 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 лохматка моя идет нерасчесанная вот моя красотка моя а все же знаете вот хочу сказать помог этот как его девочки ну этот абсорбент и я давала опоила я ее все же отпоила она у меня сразу это после этого абсорбента где-то даже через полтора часов уже лучше чувствовала лохматка тоже не расчесанная мамина 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 хулиганка такая вообще ну что что что-то еще тебе не имется хочет на руках сидеть на голову посадить что ли смотрите на нее на эту девку бестолковую и вот хочу сказать девочки что нельзя короче это прекращать пить таблетки было все нормально ну думаю ладно отложу ларисту не буду пить ни ларисту не пила короче ни бисепролол не пила давление правда я не мерила самочувствие у меня было нормальное ничего меня не беспокоило два дня не пила и сегодня я себя вот как говорю проснулась до с утра тремер почувствовала головной боли не было почувствовала тремер внутри так в теле тремер как бы да ни с того ни с сего ничего не волновало все было хорошо сколько не ругались он вчера съездил в ульяновск короче приехал пораньше там 18 ящиков короче добил все нормально привезли его около 6 часов он приехал домой сходил купил молочко его попросила сходил счетчики у меня эти водяные короче ну туда на квартиру списал устал как собаку конечно ну три часа ночи поехал в ульяновск вот ругаться не ругались мы не ссорились скандала никакого не было девочки да как обычно поел он устал очень сильно конечно устал не выспавшись но мне не отказал говорю коль купи мне пожалуйста сходи молоко водички только водичку нету купил соленую купил воду минеральную и это и говорю сходи за счетчики спеши сегодня хотела и думала говорю завтра вечером а сегодня утром мама сказала давай я говорю вечер груза такси вызовем говорю шеф к шкаф привезем шкаф мне ну сложишь в спальный да чтобы вещи прибраться ну порядок чтобы до конца уже навести он говорит ну ладно давай говорит с работы должен сейчас через час прийти и что-то знаете проснулась да и вроде бы но я мало спала я весь вечер спала потом я сколько я часов ну я часов наверное в 3 проснулась кинулась что стала смотреть что-то ну сна не было ну как обычно бывает у меня так я просыпаюсь рано а это проснулась и да и тремер у меня померял давление давление 180 на 110 ну думаю выпью я сейчас ларисту и бесепролол и все пройдет выпила ларисту бесепролол с мамой сходили в лес сейчас кстати маме звоню не могу дозвониться телефон короче этот у нее недоступен севшая видимо села батареи она это я начинаю волноваться она видимо и дома не обращая сейчас внимание на телефон не знам когда она его сейчас посадят на зарядку или мало что может произойти я уже волнуюсь понимаете дурдом вот сейчас я посмотрю до вечера что там там будет видно догадается она посадить на зарядку телефон или догадается если все нормально значит должна догадаться ой и короче знаете что вот пришла домой сняла ролик померил давление давление было у меня 160 на 110 голова не болела но не хорошо мне подташнивает как знаете как в положении когда вот когда беременные вот подташнивает вот так подташнивает да такое неприятное ощущение аппетита нет никакого короче нехорошо я выпила короче этот как его валерьянки в таблетках штук пять наверное думаю да как и грибы помыла помыла в соленой воде их там оставила в кастрюльке блюдцем закрыла думаете это к счастью вздремну вздремнул уснула я поспала проснулась через час-полтора у меня вот такая сейчас голова больная все голова болит невозможно хотела окна помыть ничего я не стала делать какие мне окна с таким давлением проснулась давление сто сорок шесть на сто восемь выпила на лаприл потом думаю нормально будет выпила аплодипен минут через пятнадцать все так же все так же потом каптаприл нашла под язык положила уже час прошел до голова болит не проходит грибы пожарила кое-как кое-как честно скажу тошнит меня ничего делать не хочу не бросишь грибы а хорошенькие такие вот маленькие больших два больших гриба убрала я в холодильник положил положил думаю можно завтра супчик сварить или чё там и вот голова болит сердцебиение в норме у меня 71 давление не спускается почечная 108 сердечная 140 сейчас 146 мне так плохо хотел окна помыть думаю блин будешь окошки мыть вывалишься с окна еще не дай бог да вот так мотнет блин вот и короче чем пожарил картошки отварила и все надо же что-то готовить равно кушать сколько придется работа надо же кормить его ой ногу стреляет и все и вот сижу и лежу кино смотрю и не проходит у меня ничем и ничего не волновалась главное вообще ничего не волновалась чего волноваться было все было нормально еще сегодня в лес ходила и так быстро очень устала в лесу а устала в лесу за счет того что у меня высокое давление я очень сегодня быстро устала я пришла домой через два часа через три часа дальше что вообще никакая просто вообще никакая я пришла я никогда так не устаю это все не такая разбита но давление высокое с высоким давлением пошла но думала пройдет и погода не жаркая и сквозняк открыла окна этот как его корточки во всей квартире ветер на улице и хорошо прям этот продувает всю квартиру сквозит продувает дома свяжу так хорошо и не проходит моя голова и не знаю девочки что делать вот не знаю если будет так же завтра с утра у меня болит голова я наверно скорее всего поеду все же больницу на нем нефть я в чебоксарах наблюдаюсь я прикреплена я говорил уже в чебоксарах ну я говорила кто может не знает чебоксарах я прикреплена поликлинике я работала сиделкой года четыре тому назад с проживанием в чебоксарах вот за бабушкой ухаживала и там же я прикрепилась к поликлинике написала заявление и по месту жительства я прикрепилась к поликлинике так я и не стала открепляться я наблюдаюсь там в чебоксарах потому что мне это полностью устраивает там намного врачи лучше чем у нас я не ленюсь ездить в такую даль это нормально мне не надо никаких направлений брать от наших терапевтов марпосаде я или по звонку записываюсь или так еду короче если у меня что-то так случается если меня не принимают я связываюсь заведующей поликлиники по ватсап если ну если там надо в очереди ждать туда-сюда и меня принимает без очереди почему меня принимать без очереди потому что когда меня раньше были такие я рассказывала там не хотели там принимать туда-сюда делать обследование я ругалась через минздрав жаловалась минздрав и заведующая попросила меня чтобы я больше не жаловалась минздрав чтобы она мне дала свой сотовый чтобы я к ней звонила или писала на ватсап когда мне все что-то нужно и если что-то меня не устраивает да или очередь нужно ждать или мне где-то отказывают например в направлении на узи на мрт я сразу связываюсь заведующей и мне все делают без очереди вот как то так поэтому если завтра я себя буду плохо чувствовать я поеду в чебоксар к терапевту без записи с утра 6 часов я обычно выезжаю в 6 часов пол восьмого я уже у своего терапевта нахожусь но терапевт приходит восемь я пол восьмого уже себя поликлинике нахожусь пол восьмого где-то ну 7.40 так самый поздний приезжая на место 7.40 7.45 вот что-то мне не очень хорошо мне вчера что-то подташнивало я не обратила внимание я не мерял давление и сегодня мне подташнивает может девочки я беременна смеяться не могу девочки а может быть я беременна такое может быть чем я тошнит как беременную посмотрите все ногти переломались короче да не ноготь остался один видите все слетели у меня на 26 запись если доживу сделаю ногти этот этот отвалился вчера в ванной ваш бабру выжимала и смех и грех короче говоря вот когда что-то болит да вот когда особенно давление голова болит вот ничего не охота делать ничего поплохело мне что-то из чего все думаю с чего мне так поплохело то молоко короче опять закончила сейчас сколько приедет пошлю его за молоком ой и до мама дозвониться не могу телефон у нее короче разряжен я начинаю нервничать девочки вот всегда такая система коля просить чтобы замок до мамы бежал как ты не охота потому что он устает он-то не откажет он пойдет куда мамы то знаете сколько пешком идти километра три не знаю а у него хватит не поставить телефон на зарядку и тут узнаете голову ломать бля кто-то звонит